добрый день приветствую всех на моем канале вика пешвер вязание крючком и спицами сегодня я хочу снять свой заключительный отчет по совместному проекту свяжи себе пару конечно предполагалось мной что таких отчетов будет немного больше на один но к сожалению вовремя один отчет и сделать не смогла поэтому объединяя два отчета в один и надеюсь что этот проект еще будет иметь продолжение так организаторы этого проекта алла вяжет второй канал татьяна степановна и третий канал натальи хомяковой канал визана очень рада что вообще попала в этот совместный проект конечно же хотелось участвовать сразу в нескольких проектах но все-таки рассчитывал свои силы что лето больше все равно отдых и предположила что хотя бы в одном проекте я смогу поучаствовать это увидите что отчет получился такой немного с разрывом в одну недельку 15 августа уже будет заключительный розыгрыш и я надеюсь что я буду в участниках в финалистах в принципе что для себя да вот я молодец я завершила я что-то связала поэтому представляю вашему вниманию часть изделий которые я связала но я считаю в рамках сюжета проекта уже нет у меня в наличии чтобы снять их на видео поэтому некоторые из них я включу в виде фотографий видео ну что-то мне понравится из того что я сделала так как это эти изделия были связаны на заказ но относится к носочным и связанные были вот сейчас в августе поэтому их я для себя тоже добавляю в учет этого проекта вот такие вот такие вот носочки следочки я бы так сказала получились у меня из-за остатков лана голд вот эта красная насколько я помню ализе это тонкая которая и а вот то есть это полу полушерсть и вот это полосочки я добавляла они это акрил стопроцентный это остатки у меня моточков итак это у меня остатки моточков здесь на видео поставлю фотографию как это выглядит на ноге очень удобно я впервые вязала именно носки себе задумала специально чтобы это была невысокая резинка именно как следочки потому что следки я себе вязала мне две пары следков я очень люблю именно следочки дома носите и вот это будет у меня как раз мой осенний подарок себе уже положили глаз на них мои родственники и может быть им что-то получится связать из-за того что я еще не довязала в чем здесь новинка для меня во-первых это жаккард я пробовала вязать носки жаккардом вот так резиночкой до пяточки доходила и распускала это дело ну как бы я поняла что если постараться у меня получится в этот раз я решила как раз эти остатки моточка впустить на жаккард она все тянется все хорошо на ноге сидит нашла такой узор зигзагом он вообще шел для ложного жаккарда но я решила не делать его ложным а прям делала переплетение вот здесь вот они так как здесь разница между узором то есть где смена нити максимум три петли поэтому я решила что это ну не не так уж будет много этих переплетений они в принципе прям как единое полотно ложатся поэтому я решила здесь нормальный жаккард заделать также когда я начала вязать я сначала думала делать каждый зигзаг вот этот своим узором но решила не делать этого ну как бы оставила ширину полоски такой чтобы принципе видно было что зигзаг зигзаги разного цвета но здесь если присмотреться видно что вот вот верхушечки этих зигзагов идут не основного цвета зачем я так сделала потому что вообще мне есть идея связать носок ну вообще что-то может быть жаккардом используя в узоре либо меланжевую либо секционную пряжу таким образом чтобы вот именно та пряжа жаккарде выходила вот такими полосами цветными а не так что я разбавляла цвет меняла его может быть кто-то уже так вязал понимает о чем я да так на пальцах объясняю ну в общем в общем общем очень мне понравились эти носочки закрывала вот так обычным способом пяточка тоже у меня обычная классическая мне пока она очень нравится пока мне не надоест ее вязать я наверно не перейду ни на какие бумеранги и прочие прелести носков пока мне это очень нравится так вот одна пара у меня есть а также я связала из вот вот эти носки я вязала в прошлом отчете еще когда была в деревне то есть это уже они учтены и от их вязание у меня осталось совсем немножечко пряжи которая не хватило бы на такую же пару носков но я решила что детские носочки всегда у меня найдут куда им деться я связала еще вот таких две пары то есть вот это я зачитываю в новый отчет то есть у меня фотографию я приложу связалась такая пара с верхушечкой серы и вторая пара с верхушечкой белой они ушли заказчицы такие носочки потому что там как раз малыш такого возраста то есть связала просто а ушли как раз по делу думаю это осень уже будут будет малыш их носить то есть вот таких две пары то есть я связала взрослую одну пару и вот таких две то есть одна вторая три да эти не зачет просто напомнила а также я связала упс падают они сюда ко мне связала вот такие пинеточки но я не буду их учитывать в этот зачет потому что ну я их не завершила то есть не брала хвостики не сделала шнурочки то есть для себя я как бы знаю что я себе еще одну парочку связала но в зачет я их не буду прикладывать потому что они не завершенные вот но они есть я их вязала а также я связала две пары пинеточек тоже приложу их фото или видео как я сказала в самом начале сейчас их в наличии у меня уже нет потому что они ушли в город Кокштау Казахстан и там будут радовать своего владельца и также в рамках проекта тоже я начала вязать пинеточки вот такие вот it's a girl я говорила об этом что у меня it's a boy для мальчиков уже есть и я начала но тоже не додела не в зачет конечно но для себя я знаю что у меня вот эти пинеточки уже начаты и я начала из остатков той же ванна gold вязать носочек вот такой как бы жаккардовый ну не знаю может я его распущу у меня есть такой я могу распустить ну в принципе достаточно неплохой я думаю носочек из того что у меня осталось в корзинке для этого проекта осталось много белой пряжи красная ну если вот это еще учитывать да есть еще куда разгуляться этот пинеточек ботиночек я распустила но желание его довязать пока не появилось но узор мне вот этот косичкой нравится может быть продолжу обычным носочком с такой косичкой спереди пока не хочу здесь вот осталось совсем немножечко розового и грамулька серого поэтому может быть даже и не хватит этого поэтому вот это у меня остатки я считаю завершение своего носочного проекта достаточно удачным сейчас на вскидку если я правильно посчитаю сколько у меня получилось с получается где-то 16-17 июля я вступила вроде бы и вот до 15 августа то есть за месяц у меня связалось 1 2 3 4 5 пар в первом отчете и 1 2 3 4 5 5 пар во втором отчете да то есть этот мой второй отчет заключительный должен быть ну как третьим четвертым я не считаю первое видео вступление в проект то получилось 10 10 пар из них одни взрослые потому что я я прям хотела именно сделать взрослую пару ну что чтобы не было что я количество взяла благодаря что детские у меня были детские носочки вот взрослые у меня тоже есть и так на этом я завершаю свой отчет может быть я добавлю еще какие-то видео отрезочки если успеешь что-то снять завтра послезавтра может я довезу эти носочки или доделаю эти пинеточки может быть но я их в любом случае довезу но не думаю что буду выкладывать в рамках уже этого проекта а довезу просто конец конец еще хотела с вами поделиться какую я себе взяла блокнотик такой красивый как рыбка золотая блокнотик для ведения моего youtube канала здесь мне уже сына нарисовал свои художества пожелания там на страничках кое-где порисовал вот он сказал что это ботинки потому что он брал пинеточки и обводил их поэтому сказал мама я нарисовал тебе ботинки вот здесь я уже себе кое-что написала некоторые там праздничные даты иметь ввиду да что публиковать ну в общем просто похвастаться решила и самое интересное что вот как говорится у взрослых замыленный взгляд я увидела красивую обложку и прочее а сын мой пока рисовал и потом взял и положил ручку вот сюда в кармашек то есть я когда купила я еще подумала зачем они прошили вот здесь посреди когда можно было сделать кармашек вот так дергала дергала эту резиночку вот здесь на шве а оказалось что тут вот есть оказывается кармашек и для ручки и для бумажки если что то есть мой ребенок открыл мне этот блокнот в общем вот такое вот открытие для меня всем ровных петелек удачных завершений проектов бывает я знаю различные причины у людей покидать проекты или не доделывать что-то у меня такие же причины были с опозданием этого видео отчета но я думаю что не главное завершить все а главное выполнить свою цель для себя то есть если вы поставили для себя цель связать там не знаю одну парочку носочков свяжите ее и вам спокойно будет вам приятно будет мне приятно что я связала такое количество носочков вот и без этого проекта я бы точно этого не сделала да у меня есть незавершенные еще работы но я уверена на сто процентов что я завершу потому что у меня есть прилив сил прилив энергии прилив радости от участия в этом проекте спасибо всем организаторам спасибо девочкам которые тоже участвуют потому что когда захожу смотреть отчеты ой то просто мой блокнот ломится от идеи от планов то есть вы своим вязанием вдохновляете вдохновляете девочки продолжайте вязать продолжайте участвовать в проектах чтобы люди видели чем вы занимаетесь чтобы люди вдохновлялись чтобы люди продолжали распространять и сеять доброе так скажем сеять добрые мысли добрые пожелания теплоту ваших ручек передавайте вашим родным вашим клиентам и все вернется вам в 100 крат всем пока и удачного нам похлопаем всем пока и удачных нам работ новых видео встретимся в следующем видеоролике пока пока удачных 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 удачных